Заместителем министра обороны России Тимура Иванова арестовали судом и отправили в изолятор. Басманный суд Москвы заключил его под стражу на два месяца до 23 июня. Иванову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере при проведении подрядных и субподрядных. Он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны. Российские СМИ, например, в важной истории пишут, что причина заключается в совершенно другом. Но причина ареста состоит в том, что изменил родине. Госизмену меняют Тимуру Иванову. Взятка это публичная часть вопроса, а о госизмене не хотят говорить публично. Издание утверждает, что Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о государственной измене. Сейчас военная контрразведка ФСБ решает, как быть, сажать по взятке или переквалифицировать обвинение. Давайте разбираться во всей этой истории. Кто такой Тимур Иванов, чем он действительно занимался, куда он вляпался, госизмена или взятка, к чему склоняетесь вы? Ну, Тимур Иванов это известный вор и жулик, который еще во время того, когда Шойгу, так скажем, имел определенные интересы в Московской области. Этот был заместителем губернатора Московской области, там добывал деньги, потом пришел к Шойгу, и у него на всех этапах, то есть на всех должностях тоже занимался воровством. Причем воровством, он открыто жил в особняке посреди Москвы, на Патриарших прудах, достаточно дорогом, устраивал всякие безобразия в Куршавеле, такие, что нами Прохору не снилось. И, в общем, такой, ну, во-первых, он мажорик, у него папа там какой-то раскрученный, и я так понимаю, что в жизни он ничем кроме воровства не занимался. Поэтому насчет госизмены я посмеюсь, да. Ну, во-первых, если бы его привлекали за госизмену, занимался бы этим или там военная контрразведка, или ФСБ и так далее. А почему-то занялся Следственный комитет. Знаете, почему Следственный комитет занялся? Потому что Бастрыкин все-таки выпросил разрешение у Путина прижать вот этого Тимура. Ну, то есть, объясняю Путину, что никакие победы невозможны, пока вот такая ерунда, когда расхищается все, вот надо поставить того, кто будет расхищать не все. То есть, да, то есть, чтобы танки были не с табуретками, вот. И я так понимаю, что ему вменяют один миллион взятка, но это очень смешно, да, вы понимаете. То есть, человек, который миллиардами долларов воровал для себя, для Шойгу, значит, он задержан и сейчас уже арестован за один миллион рублей. То есть, это 10 тысяч долларов, ну, чуть больше. Вообще это смешно, да. И взятки-то никакой на самом деле не было. Если вы посмотрите, почитаете внимательно, то это, так сказать, борзые щенки, которых еще надо доказывать. То есть, рассказывают, что он услугами, от кого-то услугами получил, там, миллион рублей. На самом деле, ну, какие услуги-то там, про это вообще разговор нет. Они услуги всегда и в большем количестве получают на халяву, но еще и воруют миллиардами долларов. Вы понимаете, что 10 тысяч долларов, это он, наверное, там в ресторанах определенных оставляет в Куршавеле. И в такую взятку он точно брать не стал, это, как бы сказал, не по чину. Как же это, заносишь, заносишь не по чину. Ну, так, как-то не комильфо. То есть, Вячеслав, по мотивам голой вечеринки, она почему-то сейчас вспоминается, вы хотите сказать, что Тимур Иванов вошел не в ту дверь? Ну, возможно, я думаю, что Шойгу вошел не в ту дверь, что это битва башен. Тимура этого Иванова можно было посадить смело еще несколько лет назад, и все основания для этого были, ну, собственно, как и Шойгу, как и Бастрыкина, как и Бортникова, как и Патрушева, как и Путина, как и Володина. То есть, основания посадить есть для каждого. Даже по тем законам, которые сейчас действуют в России. Поскольку вся эта шобла, воры, жулики, преступники, и нарушают даже нынешние действующие в России законы, в том числе и Уголовный кодекс. Поэтому проблем-то нет, как бы, посадить их. То есть, они совершили огромное количество преступлений, но проблема лишь в том, что они сажают. Не их сажают, а они. Вот сейчас они выбрали, так скажем, из своей среды, то есть, ближе к инаугурации Путина идет битва между башнями. Почему идет битва между башнями? Потому что Бастрыкин и та башня, которую он представляет, очень желает убрать Кириенко, очень желает убрать Шойгу. И поэтому вот такие идут. Ну и, естественно, желают убрать Мишустина, поставить кого-то из своей среды. Хотя он сильно им не мешает, наоборот, действует в их интересах. Но посмотрим. Я думаю, что Мишустин сохранится. Я думаю, что Кириенко уйдет со своего поста. Я думаю, что они его добьют. А вот Шойгу очень сложно. Шойгу крышует Китай и крышует очень серьезно. И этот человек не по зубам Бастрыкину. Если будет, конечно, очень серьезная волна, которая может возникнуть в случае, если этот Тимур до того момента, когда будет у Путина инаугурация, даст показания, причем официально, что он крал в интересах Шойгу. И покажет конкретно. Причем Путин-то это наверняка все знает. Но нужно будет, чтобы эта информация утекла, чтобы ее использовали журналисты, чтобы начался громадный скандал. И тогда, наверное, Путин может рассмотреть вопрос, чтобы подвинуть Шойгу. Хотя я сомневаюсь, потому что все-таки я говорю, Шойгу гораздо лучший друг Китая и Садзинпина, чем Путин. А Путин действует только в интересах Китая. Вячеслав, ну согласитесь, что как-то уж очень лихо и стремительно закручиваются события в канун инаугурации Путина, которая, напомню, должна состояться 7 мая, то российские СМИ обнародуют якобы диагноз Рамзана Кадырова и напишут, что у него некроз поджелудочная. Вот теперь Тимур Иванов на скамье подсудимых. Что дальше будет? Лавров. Сейчас тема Лаврова очень важная, понимаете? То есть он сидит, он удержится в своем кресле. Мне кажется, что нет. Потому что мы видели, что уже на Совет Безопасности, на заседании Совет Безопасности, Путин приглашал в январе не Лаврова, а его заместителя. И этот заместитель ездит, решает очень серьезные вопросы. И я думаю, что его сейчас шатают очень сильно. И не только это. То есть мы видим, я говорю, серьезную борьбу башен. И, возможно, в администрации президента произойдут перестановки. Ну, я говорю, ну, вот по поводу правительства. Думаю, что все-таки Мишустин, скорее всего, уцелеет. А на подмогу ему дадут этого Кириенко в качестве вице-премьера. Ну, посмотрим, так это будет или не так. А также я думаю, что вот там определенные аналитики рассказывали, что будет Патрушев-младший премьер-министром. Я готов поставить деньги, что он не будет премьер-министром. Максимум, что он может получить, это максимум. Я боюсь, что он останется без должности. Ну, я имею в виду без министерского портфеля. Без должности он не останется, его пристроит. Я думаю, что максимум, что он может получить, и это, опять же, по сельскому хозяйству, министерский портфель, максимум там вице-премьера, который и то, я сомневаюсь. Как же все эти разговоры небезызвестных аналитиков, как вы сказали, о том, что Патрушев станет президентом, что Патрушев-младший, это преемник Путина, и что? Где же эта операция-приемник или операция-приемник, ее реализация? Нет, ну, ни одного основания нет полагать, что эта семейка может что-то добиться. Почему? Во-первых, потому что не пользуется поддержкой основных сил, во-вторых, потому что не имеет реальных полномочий. Да, Патрушев-младший может при помощи сельского хозяйства украсть много денег. Патрушев-старший может что-нибудь напеть в ухо Путину, там определенное направление какое-то двигать, но сам не имеет никаких полномочий. Понимаете, бюрократическая государственная система, которая существует у Путина, да, под попой в виде государства, она все-таки очень сильно заформализована. И если ты не имеешь в этом государстве реального портфеля, реальной должности, то ты не имеешь ничего. Вот что бы у тебя ни было, каким бы ты там другом, там братом Путину ни был, да, все равно ты должен что-то иметь, чтобы показывать свою силу. Так устроена бюрократическая система. Посмотрите, его племянница Цивилева, да, то есть вроде как она там племянница Путина, уже сама по себе должна в неофеодальном обществе что-то значить, а он ставит ее руководить каким-то фондом, там, защитой отец. Одноклассница возглавила Верховный суд, да? А? Ну да, конечно, это обязательные условия, да, что своих кто-то, ну, Бастрыкин тоже он сокурсник Путина, он тоже не просто так стал возглавлять Следственный комитет. Наверное, Вячеслав, это вот тот единственный случай, когда своих в России... По поводу будущих кадровых перестановок в правительстве, уже на следующий день после инаугурации Путина, 8 мая, мы уже будем точно знать весь состав российского правительства, кто сохранил за собой должности, а кто станет безработным. Издание Форбс пишет о том, что Шойгу все же может лишиться поста в новом правительстве. По словам собеседника издания с грядущей сменой руководства Министерства обороны связан и арест за министра Тимура Иванова, который является давним соратником Шойгу, который еще в начале 2010 года начинал вместе с ним свою совместную работу в правительстве Московской области. Честно говоря, особо не верится в то, что Путин скажет Шойгу, отдыхай, езди в тайгу без меня, там шамань, занимайся эзотерикой. Какого не будет. Ну, в общем-то, да, конечно. Я тоже склоняюсь больше к тому, что Шойгу удержится, но есть такой вариант, если эти башни, так называемые, объединятся против Шойгу очень сильно, но мы об этом узнаем. То есть, если начнется очень серьезный шухер вокруг этого Тимура, да, там оглоблей вышибить, а посмотрим, как поведет себя Китай. И если Шойгу сохраняет свой форум, Китай правит безраздельно в путинской России. Если же Путин убирает Шойгу, то это удивит многих и будет говорить о том, что есть определенные разногласия, в том числе и с Китаем. Хотя, ну, вы же понимаете, что Сыдзенфимов может сказать, да мне похер, Шойгу делай, что хочешь. Но пока так он не сказал. Поэтому вот китайцы действительно своих не бросают и пытаются всячески помогать. Ну, и в интересах Китая, чтобы министром обороны России был тот человек, который откроет им ворота, а не тот, кто будет действовать в интересах Запада или условно в интересах каких-то там мифических русских патриотов, ну, типа Гиркина, да. Очень красиво вы сказали. Ну, вот похеру или не похеру, ну, скажите, кто и зачем слил якобы диагноз Кадырова и может ли этот диагноз соответствовать действительности? Потому что то, что я читал в пабликах, за это всей историей стоит лично Сергей Кириенко. Вполне допускаю. Кадыров точно болел. И мы это как бы видели и прогнозировали действия определенные. Помните, да, что еще когда только он повез своего сына в Москву к Путину, тогда уже я сказал, что вероятнее всего у него проблемы со здоровьем, и он пытается пристроить своего сына, который, кстати, несовершеннолетний, тут же он его притащил домой, резко женил. Ну, то есть, было видно, что он готовится к какой-то операции, причем хирургической, не военной, да, которая может стать для него последней. То есть, ему сказали, наверное, как одному моему товарищу, сказали, сейчас через две недели мы будем вас оперировать, вам надлежит съездить домой, привести дела в порядок, написать завещание, проститься с родственниками, потому что перспективы один к одному, то есть, 50 на 50. Мы, конечно, попробуем вас спасти, но не обещаем. Приблизительно, я думаю, то же самое сказали Кадырову, что все в руках Бога, и поэтому он должен привести дела в порядок. И мы видели, как он начал приводить эти дела в порядок, и действительно их привел. Сейчас мы этого не наблюдаем, обратите внимание, ничего подобного нет. То есть, сейчас, иными словами, или он свыкся с этой мыслью, или у него настолько они в порядке дела, что переживать нечего, или же у него со здоровьем произошли явные улучшения, что ему говорят еще, ну, чуть-чуть будешь небо коптить, так что не волнуйся. Вот я не знаю, как точно, но совершенно очевидно, что он не занимается, о душе не заботится, так скажем. Ну да, только время покажет и расставит все на свои места. Вячеслав выступил в генеральный прокурор России, Игорь Краснов, и сказал о том, что большинство терактов в России, число которых в прошлом году выросло почти в 3,5 раза, совершают участники украинских радикальных организаций и противники войны в Украине. Так может, чтобы не было такого количества терактов, не надо было войну начинать? Ну, безусловно. И, конечно, партизанская война в России будет расти, и расти семимильными шагами. Я очень сильно удивляюсь, насчет увеличилось в 3 раза. Как это в 3 раза? Гораздо больше. По нашим подсчетам. А по вашим оценкам, по вашим подсчетам во сколько? Ну, не знаю. Ну, кратно. Все идет по нарастающей. Ну, давайте говорить откровенно. Вот просто я возьму официальные, да, сведения. Ну, это сейчас прям, чтобы вот не говорить зря, да. То есть, вот смотрим. Пожары, да. Я зачитываю официальную сводку на 24 апреля 24 года на 6 часов. В течение суток МЧС России была организована работа по ликвидации техногенных пожаров. Таких техногенных пожаров было 1189. Что я могу сказать? Что такое техногенный пожар? Это пожары на производстве, на объектах транспорта и связи. В апреле месяце не было ни одного дня, когда бы этих пожаров было меньше тысячи. Вот сейчас их 1189. Почему? Потому что там всю Россию залило, там уже гореть нечего. Все утонуло. А вот в десятых числах апреля было по 1700 пожаров. 1700 в день. Можете себе представить? Одна часть горит, другая часть горит. Конечно, другая горит. Ну, такие знаки, символы. Безусловно. Так вот, до начала войны таких пожаров в день случалось менее ста. Можете себе представить соотношение? И когда... Все идет по плану, Вячеслав. Все идет по плану, говорят нам из Кремля. Все хорошо. Конечно. Цельные задачи будут реализованы. Всех деноцифицируем. Всех демилитаризируем. Все замечательно. Поэтому, если количество техногенных пожаров выросло как минимум в 10 раз, даже вот объясняю как криминолог, с точки зрения науки, которую я представляю, ну, допустим, мы смотрим и видим, что какое-то явление такое, ну, вот как пожары, увеличилось на 10%. То есть, мы уже говорим, что причины, так сказать, и условия изменились. Надо искать, как все возвращать на круги своя. 10% – это дофига. Это уже здесь какой-то злой умысел или какой-то невероятный просчет. Или вообще не пойми что. 10% – это очень много. Нужно искать причину. А здесь в 10 раз, можете представить, где на тысячу процентов увеличилось. Это, проще говоря, дохера и больше. Да, это, ну, как бы, да, я вот в последнее время в своих программах ставлю на заставку такого белого пушистого зверька, которого называют писец. Это вот именно это самое, да. То есть, это писец. Потому что, ну, вы представьте себе, ну, предположим, не 1700, а 1000 пожаров будет в России каждый день техногенных. Когда закончится вся Россия, скажите мне? Я могу поставить не более года. Год максимум при 1000 техногенных пожаров в день, когда, вот представьте себе, тысячники, то есть, объекты, которых было более 1000 метров, раньше такие объекты горели, ну, пару-тройку в месяц. Сейчас такие пару-тройку горят в день. Тысячники. Причем интересная ситуация, как мы об этом узнаем. Вот пожарные официально пишут, например, объект сгорел 967 метров. Почему 960? Мы берем план этого объекта, окажется, он 3000 метров. Сгорел целиком. Напишут 960. И пытаются не показывать ни в каких случаях, что это объект тысячник. Почему? Потому что, ну, как бы у них какая-то отчетность, как-то это надо скрывать. Посмотрите, сколько объектов, которые мы точно знаем, что сожжены партизанами. Какие, какое заключение делается? Вы можете прямо в интернете открыть и посмотреть. Первое заключение. Поджог. Дальше информация убирается. Остается только, если кто-то ее скопировал. И дальше короткое замыкание. Приворы нагревательные, значит, загорелись. Молния ударила. Неосторожное вращение с огнем. Сварка. Есть варианты. Огромное количество вариантов. То есть стараются, чтобы эта тема, тема поджогов не вышла куда-то. Потому что она стимулирует. И мы видим, что вот если взять все вот эти техногенные пожары. Ну что ж, там везде партизаны поджигали. Нет. Огромное количество фероманов. Огромное количество детей принимает участие. Потому что им понравилось, но видят, слышат, кругом горит такое развлечение. Там всякие эти склады. По мотивам знаменитого мема. Мне нравится, как оно говорит. Как там все суетятся, шевелятся. Вячеслав, ну так, откровенно говоря, намекните, если можно. Ваши партизаны готовятся к 7-9 мая. Конечно, безусловно. Мы открыто готовимся. 7 мая будем опять веселиться с шарами. То есть запускаем шары, к которым будут привязаны металлические ленты. Откуда и куда? Ну, везде. По всей России. То есть системы ПВО будут очень хорошо видеть. Эти шары будут у них на экранах отображаться как звезда смерти или звездный разрушитель из звездных войн. Потому что, ну, вот представьте, к шарам, к связке шаров привязывается лента 30 метров. То есть объект шириной 30 метров летит. Ну, что это может быть? Конечно, звезда смерти или звездный разрушитель. Даже самолет «Руслан» не будет биться так сильно на экране. Поэтому, естественно, у них будут проблемы. Если они будут стрелять, как и в прошлом году, то же самое. Они разнесут пол Москвы. Тогда им запретили стрелять. Если не будут стрелять, то, я надеюсь, прилетят украинские дроны под шумок. И тогда будет совсем им тухло, понимаете? Огромное количество. Несмотря на все вот эти шары и другие компоненты подготовки к 7 мая, ну, скорее всего, инаугурация состоится согласно своему плану, согласно расписанию. Или же? Ну, не знаю. Я не знаю, как получится. Путин, периодически, вы видите, прячется. Поэтому, что там будет? Переносить они ее, конечно, не будут. Я имею в виду время. А вот место они могут перенести. Потому что получить по Кремлю какими-то дронами в момент анаугурации, наверное, будет не очень приятно. Куда они ее могут перенести в анаугурацию? Там же процедура, вот этот весь ритуал, он же не менялся годами. Это вообще без проблем, что же они не найдут место, где провести. Просто если будет опасность, что туда прилетят дроны, и когда вот эти вот люди в киверах, да, откроют так двери, когда Путин заходит, а туда влетит вместо Путина дрон в эту дверь, то, наверное, они к этому не готовы. И, в общем-то, это хороший день, чтобы их прибить всех вместе там в одном месте. Представляете? Это замечательный день. Да, они так окружены со всех сторон, окружены кремлевской стеной. Если туда что-то внутрь прилетит, то уже оттуда никто живым не выскочит. Поэтому это было бы очень удачно.